Нововведение этого года – социальная поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет. Условия ее получения на Смоленщине стали известны 9 апреля с указом губернатора области. Подробнее – начальник отдела социальной защиты населения Десногорска Злата Бриллиантова. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, на душу населения, установленную в Смоленской области за второй квартал предшествующего года, году назначения. В тот момент эта сумма составляла 11 232 рубля. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться одному из родителей или законному представителю ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно совместно проживающим. При наличии в семье несколько детей данного возраста эта выплата будет выплачиваться на каждого ребенка. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в случае, если заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Смоленской области. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в размере 50% величины прожиточного минимума на детей в Смоленской области за второй квартал предшествующего года подачи заявления. В состав семьи будут учитываться супруги, дети. Если родители разведены, значит, данная выплата будет предоставляться одному из родителей, с кем проживают дети. В состав семьи не включаются дети в возрасте до 18 лет, которые уже приобрели полную дееспособность. Также дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, супруг или супруга, которые проходят службу по призыву, и также лица, лишенные родительских прав. То есть в этом случае они в состав семьи не входят. Для назначения это ежемесячные денежные выплаты, заявитель или его представитель на основании документов может подать заявление и документы либо к нам сюда, в отдел социальной защиты населения, либо в МФЦ, многофункциональный центр, который сейчас осуществляет прием документов по записи. Это очень важно. Заявление может быть подано заявителем лично, либо, как я уже сказала, его представителем, но на законных основаниях. Также документы и заявления может быть поданы через государственный и региональный портал. Хочу обратить ваше внимание, что ежемесячная денежная выплата осуществляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенка возраста 3-х лет или с 1 января 2020 года. Документы можно подавать не позднее 31 декабря 2020 года. И о начале приема заявлений и документов мы вам сообщим дополнительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова